драг рейсере блин так спорт режим shift сейчас вот эти все проезжают и по факту надо вставать да конечно ну блин понятное дело минус сколько посадите меня туда у меня будет прямой я же первоначально в начале видео я сказал я ему говорю покупая покупая немцы кого вот ему правильно но но не к нашам или 35 блять не фиг знает отвезает не знаю я не ну ну ты рассказал ты слишком много пришел ты где ты где слишком много был чечне и дагестане ты че ассет да да конечно это мировая вещь конечно не понятно в идеале надо купить 124 5 литровый офигенном состоянии который стоит пару миллионов я могу сказать что 124 просто это стопроцент самый легендарный нет ни одного у меня человека есть реально мерседес двухлитровый который проехал 700 тысяч километров он сам на нем проехал столько это не чей-то автомобиль он до сих пор ездит ты подожди ты решил вдариться в историю в том числе ну или что я вот раньше помнишь были машину я вообще копейка не копейка ну копейка 140-ой 124 е36 машины которые реально ну они реально крутые тебе сколько лет ты спрашивал примерно я чуть-чуть старше тебя привет вот это есть у тебя ностальгия по тем временам они нас не поймут а мерседес вот этот вот который там который турок был помнишь европейцы турок был это такие машины помню они не поймут да нет да нет я тебе говорю еще раз вот ты вот умный расскажи что такое одна лошадиная сила это гипотетические показания это не значит ничего одна лошадиная сила может быть стащить целый камаз и как бы вполне нормально или вот да вот реально вот да вот просто сколько людей которые смотрят подобный контент хоть раз в жизни садились в машину в которой хотя бы 400 лошадей под капотом хотя бы реально согласись таких людей единицы на самом деле я ездил в таких машинах реально первое ощущение тебе реально страшно она реально дикая согласись если ты имеешь опыта вождения такого автомобиля на ней сложно ездить особенно зимой особенно гололюди особенно на заднем приводе можно убрать вот это довольно сильно но он тяжелее объективно он тяжелее надо прям по длине участок здесь дорога конечно такая еще с перекрестком ну понятно он должен уходить и мелко и мелко 164 кузов на втором стейджа у них не убиваемая коробка не убиваемый мотор они держат нагрузку просто нереальную бля и как ни крути это не те машина как бы как там рейндж ловер и там или тому подобное бмв столько не держит нагрузки сколько держит вот этот вот мотор как бы были чуваки тут бесспорно вообще просто я примерно это как бы знаю тут с этими тяжеловесами 166 и 3s это четырехлитровый две турбины где его можно раскачать при грамотном тюнинге программа на всем 900 лошадиных сил и 1100 крутящего момента я не могу такого сделать с этой машины при всем моем желании как бы как бы я бы не хотел я не могу этого сделать на этом автомобиле у меня нету еще не стоят спортивные катализаторы у меня нет дом пайпов у меня поменят только один шкифт у меня компрессор него twin turbo все вопросы счет по технической части по моему как бы все всем все сказано это немаловажный момент горит если ты ли ездишь не на сотом бензине но вот на этой машине детонация происходит на чем меньше октановое число степень сжатия мотора и форсунок совершенно другая другая детонация октановое число очень сильно повышает детонацию здесь нельзя ездить потому что stage 2 плюс а здесь можно и здесь последний был 95 залет а тут какой stage ну здесь первый такой в кавычках 2 ну как бы шкифты не поменены штатные все штатно но это плюс тоже 20 сил сразу к ты убивают но моментально обычно все это короче ты экономишь на машинах я не экономия только ее строю пока и вообще ездит моя жена и у нее 1 по 12 литров поэтому но не то что понравилось более того чтобы это понять надо самому сесть за руль и поездить хотя бы там три-четыре дня это более новая машина они немец она более спортивная но когда визуально интересе смотрится но опять же это кому-то кофе кому-то чай мне кажется в любом случае в любом случае машину надо ездить на машине надо поездить взять вот но следующий раз у меня даст нгельку и поездить тогда понять сейчас идея родилась сошлись найти каких-нибудь двух безумцев и зарубиться как вот ты говоришь из москвы в питер прям на тачку кто проигрывает от машину отдает это вообще жёстко на какую машину я не согласен давай я впишусь я знаю кого кто впишется я не близ мистер бэк мой впишется нет он тачку не отдаст не но он сказал сразу что я не впишусь дачка должна быть другая такая жигули что-то ценные машины должны быть по рынку вот в этой маленькой штучке сейчас будем да я сейчас созвонюсь данные автомобиля здесь а я тебя пока я тебе я тебе покажу как это переносить на что-то как-то титры так вопрос не просто не просто там надо да это удаляет нет не так вот а эдит и тогда удалить вот а там потом очень так все сложно переносить ну так еще раз так может оставим поедешь лучше на всякий случай вот гонова ну давай ладно а туда я очень я вот по вот этой дороге да секс вот что подошел к концу нас обзорчик на вот эту там элечку и самое интересное владельцы у него единица спросил что за логотип раскрыла про логотип это наше официальное лого нашей киберспортивной команды у меня своя организация киберспортивная мы играем в компьютерные игры но моя команда ну и я тоже играем в counter-strike организация нас называется с гейминг мы ее в создали только в прошлом году вот совсем недавно нам исполнился год и уже наши ребята входят в топ-15 снг команд у нас уже восемь тысяч подписчиков у нашей команды поэтому надеюсь что лёша своими зрителями сам подписчиками поделится спасибо поэтому те кто играет в counter-strike знайте что наша фирменная машина гоняет по стране и я в своем паблике писал что тот кто увидит машину кто ее сфотографирует и выложит stories тому мы бесплатно подарим футболку нашей организации и кстати наши футболки и худи уже можно покупать на нашем сайте с gaming pro поэтому заходите покупайте ну и буду рад если вы будете за нами следить все все покупать футболки и худи следующий раз разыграем что-нибудь